Добро пожаловать! Меня зовут Константин Борисов, я основатель компании по поиску руководителей Support Partners. И мы продолжаем нашу серию встреч с самыми интересными, с моей точки зрения, директорами по персоналу в России. Я вас знакомлю с Уврикой Дмитриевной, директором по персоналу компании РусАгро. Я считаю, что для меня это большая честь и удача, поскольку РусАгро это, опять же, с моей точки зрения, единственный интересный, значимый и постоянно успешный кейс в сельском хозяйстве. Отрасли сильно непредсказуемой. Сегодня дождик пошел, урожай есть, завтра не пошел, урожай нет. Как этим управлять как бизнесом? В чем секрет успеха в сельском хозяйстве? Могу тебе сказать, что я сама в сельском хозяйстве не так давно. У меня были разные кейсы, в основном, конечно, это крупные промышленные предприятия больше. Для меня это тоже очень интересный и для начала был очень загадочный кейс. Но, ты знаешь, оказалось, что на самом деле законы все те же самые, и просто их надо предвидеть на более длинной перспективе. То есть если результат в производстве можно как-то запланировать, и даже можно видеть это на сменном уровне, на месячном уровне, то все-таки сельское хозяйство располагает такой очень большой вариативностью результатов, погоды. И люди, которые постоянно работают, они даже по характеру другие, потому что они все время принимают эту данность как есть, они к ней готовы. Ну да, погоду ты не поменяешь. Да, поэтому, и это удивительно совершенно. Более того, скажем, средства производства, они вроде бы те же самые, земля, да, но она в этот год ей нужен один посев, да, то есть понятие севооборота есть, да, то есть, и, конечно, ну, организация всех этих процессов, она, ну, далека от стандартизации, и до сих пор она далека, и, наверное, это вот самое сложное, что сейчас там есть. Ведь это мечта бизнеса, сделать операции стандартными, чтобы их можно было померить и оценить. Да, да, да. А как в сельском хозяйстве это работает? Ну, смотри, в сельском хозяйстве, скажем, самое большое достижение, которое сейчас есть, это смена вот старой техники на новую, да, поэтому, когда ты меняешь технику, у тебя всегда меняется организация труда. Труд становится более комфортабельным, во-первых, потому что это новая техника, в ней комфортно, в ней удобно, да, более производительным, и, скажем, для каждого человека меняется его уклад, очень сильно меняется. Например, сейчас в селе фактически они ушли от подсобных хозяйств. Ой, я, наверное, ушла от вопроса. То есть они, подожди, не выращивают у себя возле дома курей, свиней? Практически нет, очень мало, да. И сложно понять, в разных областях это по-разному обусловлено, но они действительно больше времени отдают работе. Видимо, еще и потому, что они стали больше зарабатывать все-таки. То есть реально эта работа появилась, да, ну, то есть сельское хозяйство, что мы под ним понимаем? То есть это не только растеневодство, это ведь и животноводство, да, у нас есть. Ну, производство сахара, наверное, все-таки это больше ближе к производству, да. Но когда у тебя вот есть область или село, очень видно, насколько оно сейчас преобразилось. Там, где появилась работа. То есть реально человек может выбирать, и у него повысилось качество жизни. Вот так, наверное. Я слышал от одного инвестора такую фразу, что если ты хочешь потерять деньги, вложи их в сельское хозяйство или в угольную отрасль. И тут появляется РусАгро, публичная, успешная компания в сельском хозяйстве, где сегодня дождь, завтра не дождь. В чем секрет успеха? Ты можешь вот с HR точки зрения посмотреть на это? Я думаю, что, конечно, тут не только HR, тут глубокий экономический просчет, все-таки и тех инвестиций, и отдача от них. Все-таки РусАгро очень мудро инвестирует, то есть и больше инвестирует в те подразделения, которые дают отдачу. То есть можно купить сразу много техники, как делали наши, я не буду говорить, конкуренты. Наши коллеги. Коллеги, да. Но поскольку неорганизованы процессы, нету квалифицированного персонала, который сразу готов и даже просто хочет на этой технике работать, отдачи нет. Когда нет отдачи, естественно, накапливается долг. Но это вот мое такое совсем простое видение. С точки зрения персонала, наверное, это в первую очередь отношение к людям. То есть мы, как только пришли, мы сразу постарались увидеть, что же происходит там. То есть насколько достаточно квалификации, насколько люди хотят работать на этой технике. Мы вот сейчас разрабатываем систему мотивации. Вообще-то мы в 2000, наверное, в конце 2009-2010 году, мы завели в сельском хозяйстве систему заработных плат на основе ХЭЙ. Так. Ну, ХЭЙ... Утонченная западная методика. Ну, не утонченная. Это очень простая методика, которая позволяет там после 4-часового тренинга с руководителями сделать комитет и оценить очень важную вещь – сложность работы. То есть раньше этим занимались институты на уровне государства. И, в общем, это никогда не отдавалось на предприятие. Ну, только немножко там нормативные отделы были раньше. Я просто раньше работала в нормативной исследовании. В целом, нормирование приходило откуда-то из центра, да? Ну, доработки были в отрасли. И на предприятии они были всегда под оборудованием, да. Но здесь нам приходится это всё делать самим, ну, представь себе, да. И люди должны понимать, от чего зависит сложность работы, да. И она должна, как бы, формировать справедливость. То есть основные два вопроса – почему я столько получаю и как я могу поменять, ну, то есть повысить свой доход. Согласен. Если компания с помощью своей системы, я не буду сейчас рассказывать, что это за система Хэй, да, но она даёт возможность решить именно этот вопрос на уровне квалифицированного рабочего, да, и объяснить ему, как беря на себя большую ответственность, не просто объёмы работы. Объёмы работы все всегда понимали. И всегда в сельском хозяйстве была сдельная оплата труда. Ну, то есть ты выполняешь определённый объём, ты зарабатываешь, да. И сложность такого подхода в первую очередь была в том, что приходилось выполнять и сложную, и простую работу. И в один период ты зарабатываешь много, в другой – мало. Ну, прям по месяцам это может в два раза отличаться. Понятно, что погоду это выравнивается, да. Но такая система, она хорошо была сделана при советской власти, да, но сейчас пользоваться ей практически невозможно, потому что она требует огромных вложений на том, чтобы поддерживать, понимаешь, поддерживать справедливость этой оплаты. Вот. Поэтому мы потихонечку сейчас переходим к оплате на основании вот сложности работ по системе Хэй. Это значит, что у нас появляется возможность определять, какие из наших сотрудников более квалифицированные, менее квалифицированные, и мотивировать их за счёт того, что в повышении квалификации они могут больше зарабатывать. То есть это такая, получается, долгосрочная, да. То есть краткосрочная вот мотивация, она, ну, её используют в первую очередь и везде. И она, конечно, работает. Но она не всегда работает в плюс, особенно в сельском хозяйстве, да, потому что сегодня получают... полученные деньги, допустим, да, они могут завтра принести какой-то ущерб компании. То есть всё-таки, если ты видишь, что как бы выращивание — это длительный процесс. Ну, пока сейчас про выращивание говорю, да, потому что там в сельноводстве немножко по-другому. Этот длительный процесс, он требует видения от сотрудника, от механизатора, видения своего конечного результата. Да, и, конечно, он к нему должен быть более привязан. Но не только к нему, он должен быть привязан, не должен, а нам бы хотелось. Да, понятно, что он не должен. Нам бы хотелось, чтобы он оставался долго с компанией, да, потому что эти люди вообще очень квалифицированы. Я таких квалифицированных... Ну, это рабочая профессия всё-таки, да, механизатор. Я тебе скажу, что в отраслях они встречаются, ну, в небольшом количестве. Но он живет в деревне, ему идти некуда. Он так и будет привязан. Можно ли на это полагаться? Ой, ты знаешь, ну, я бы сказала так. Вот то, что сейчас есть, это остатки вот работы большой, хорошей системы. То есть люди, которые там квалифицированы и работают, они в большинстве своём от 50 и выше. Да? Да. Понятно, что у них есть уже некая привязанность к работе. Но если не будут соблюдены хотя бы гигиенические нормы, да, или мы просто там... Всё равно люди будут уходить, потому что они пытаются. Те, кто чуть моложе, они пытаются. Ну, а молодёжи там сейчас вообще нет. Её нет. А вот исторически русская деревня была основой нашей государственности и экономики. В конце XIX века вся индустриализация царская строилась на притоке бывших крестьян в сёла. Потом же на этом и революция строилась. Сталинская индустриализация была, такой следующий приход из села, да. Говорят, в 90-е, по крайней мере, говорили, что русское село умирает, оно спивается, оно деградирует. Так ли это? Или, возможно ли, какой-то ренессанс нашего сельского хозяйства? Нет, ну, значит, во-первых, я точно знаю, что ренессанс возможен. Абсолютно. Ну, я тебе скажу, область от области очень отличается, конечно. И там, где есть разные виды производства, там, где власть думает о том, чтобы у людей была работа, причём разнообразная, сразу становится лучше. Ты знаешь, вот удивительно, если ты приезжаешь в Белгородскую область, например, ну, у нас как бы исторически сейчас сельское хозяйство Белгородская и Тамбовская области, да, они очень сильно отличаются. Они отличаются по благополучию. Причём, что климатические, в смысле, потенциалы одинаковые, да? Да, климатические они, ну, чуть-чуть отличаются по климату, но это влияет всего-навсего, да, там, на севооборот, там, на культуру. Не сильно там. Вот. Но важно, что когда ты приезжаешь туда, там есть в каждом селе, в каждом, там, разница между сёлами, там, 40-50 километров может быть, в каждом есть школа, причём заново выстроенная школа, очень, ну, просто реально красивая школа. Современная, да. Есть клуб, новый клуб и есть церковь, причём восстановленная или заново построенная. И вот это ощущение, знаешь, вот вложенности туда, да, и появляется ощущение благополучия. Что сейчас для тебя самый важный вызов и задача на ближайшие пару лет, как HR в Русаграх? Моя, главная, моя, наша, потому что мы работаем всё-таки с директорами в бизнесах, да, то есть у нас это отдельные бизнесы. Мы смотрим, у нас есть стратегия HR, да, в которой одна из важных, самых важных сейчас частей, это восполнение, долгосрочное восполнение ресурса именно в стратегических для нас профессиях. Механизатор – стратегическая профессия. А как вы их будете учить? Лучшие практики мировые сейчас я посмотрела, и в частности даже те программы, которые сейчас заводятся в России, они показывают, что есть примеры такого дуального обучения, оно прямо так и называется, дуальное обучение, когда часть на себя всё-таки берёт государство, да, то есть некую распределительную, но это где-то, я посмотрела, одна треть из всего, что требуется для получения такой профессии. А всю остальную часть берёт на себя всё-таки предприятие. Это не такие большие затраты, как кажется, да, то есть это не связано с построением школ, там, это скорее создание программы, передача опыта непосредственно на производстве. Да, то есть вот смотри, вот эти люди сейчас, про которых я говорила, удивительные совершенно, механизаторы – это удивительная совершенно профессия, то есть они чувствуют землю, они её просто чувствуют, вот, то есть они знают, когда будет дождь, они понимают, ну, это не просто профессионализм, это отношение к работе. Они с радостью, вот они с радостью передают этот опыт. Они говорят, приведите нам молодёжь, мы будем её обучать. И реально, как только появляется такая возможность, они это делают. Понял тебя. Давай сейчас сделаем небольшую паузу, а дальше поговорим, откуда взять вот эту самую молодёжь. Ну что ж, коллеги, возвращаемся. У нас тут на повестке дня непростой вопрос. Откуда брать эту самую молодёжь? Я вот пока был перерыв, сидел и думал. Первый очевидный вариант, ну, явно проблемный и недолгосрочный, это как настройки вести мигрантов, но это путь в никуда и к конфликту. Это удерживать молодёжь свою на селе, это пытаться привлечь кого-то из города. Вот что? Откуда появится работа, крестьяне нового поколения, квалифицированные, способные работать с современной техникой? Ты знаешь, я скажу тебе честно, этот вопрос у нас ещё находится в проработке. Наверное, нам придётся начать всё-таки с какого-то уровня подготовки, да. Да. Но дети-то там есть. Вопрос теперь в том, как их вернуть в село. То есть технически достаточно, да? Я пока это не понимаю, я не могу тебе сказать. Где-то, похоже, что достаточно, а какие-то вот менее благополучные сёла недостаточно. Но, скорее всего, они уехали в соседние города. Да, не очень далеко, скорее всего. Не очень далеко. И работают они пока, ну вот мы спрашивали, куда уходят ваши дети? Они говорят, да, храниками. Они сутки через двое или через трое, через трое, по-моему, работают. Я тут прочёл статистику Минтруда. Оказывается, самая распространённая в Российской Федерации профессия. Я думал, охранник как этот водитель. Да, или водитель. Водитель, да. Вот, да. Охранники-водители. Вот. Я не могу тебе сказать, что у нас есть готовое, в общем, готовое решение. Мы просто знаем, что мы всё равно должны будем это сделать. И тут, наверное, нужно идти комплексно. Во-первых, нужно повышать престиж профессии. Не знаю, это звучит банально, но это факт. А как это делается? Ну, мы сейчас вот снимаем ролики, да, мы возим, ну пока из вузов, да, тех студентов, которые есть. Во-вторых, мы переписываемся активно с властью и говорим, какие профессии нам нужны и в долгосрочной перспективе. То есть мы просим восстановить учебные заведения и будем участвовать в создании программ. Естественно, будем брать их на практику. Понятно, что практики будет уже сейчас понятно больше, чем обучение, если мы хотим получить качественного специалиста. Конечно, это всё инвестиции, это надо всё считать. Но лучшая мировая практика показывает, что другого выхода у нас всё равно нет. Я слышал, что в РусАгре есть позитивный опыт привлечения иностранных специалистов, в частности, американских. Вот если экспаты – это уже не новость для российского розничного бизнеса, банковского, любого другого, то насколько эффективны иностранцы в нашем сельском хозяйстве, как управляющие, как эксперты? Ну, ты знаешь, у нас вот только сейчас мы этот опыт именно в сельском хозяйстве применяем. Мы взяли специалистов, это в основном специалисты, конечно, технологического уровня. Это утрачено у нас технологии. Да, да. Я считаю, это очень правильно. То есть очень важно для каждого предприятия понимать те компетенции, которые у них реально есть, у нас реально есть, а каких нету или не хватает развиваться. Самое правильное – это брать лучшую мировую практику, ну, не оголтелым там способом, да, а всё-таки и применять её. То есть я считаю, что это очень правильно. Другое дело, что в роли руководителей, даже хорошо адаптированным иностранцам, ну, не секрет, им работать сложно с нашим персоналом. В чём вот этот разрыв, в чём разница? Иностранцам сложно понять, что наши люди не всегда, скажем, качественно выполняют ту работу, которую им говорят. То есть всё-таки это надо контролировать. Нужно хорошо понимать, что человек может, чего он не может. Да, то есть разбираться реально с этим. Поскольку всегда есть проблемы с языком, им это просто сложно. И они интуитивно избегают, понимаешь? Понятно. Да, то есть, может быть, со своими бы он бы лишний раз проверил, спросил, подошёл, узнал. А здесь вот как бы может само получится. Естественно, эффективность падает. То есть вот нет этого контакта с руководителя, с подчинённым. А это, мне кажется, самое главное. А как будет воспитываться средний слой российского менеджмента населения? Директор колхоза, его завеститель, чтобы он одновременно был и местный, и надолго здесь, и, с другой стороны, понимал технологию и понимал экономику? Ну вот мы сейчас как раз разработали программу целиком, не только для сельхозбизнеса, мы будем её использовать для всех бизнесов. Это называется рост в стратегическом сегменте. Это значит, что у тебя есть некие профессии, которые, в принципе, могут дорасти до руководителя бизнеса. Они находятся в определённых процессах. Ну какие это процессы? Основные процессы. Производство, обеспечение производства, в первую очередь, да? Ну в некоторых бизнесах продажи, в сельском хозяйстве, наверное, не так. Поэтому, когда ты видишь эту возможность роста, тебе нужно её запланировать и обеспечить справедливой внутренней оценкой и возможностью двигаться. Возможности есть мотивация. Вот это всё очень просто, но если это реально работает, оно будет двигаться. Причём двигаться одномоментно снизу вверх. Ты не можешь двигать какой-то один кусок или сегмент структуры, да? Тебе нужно двигать всё. И тогда ты можешь запланировать лет на 10 легко, в принципе, движение. Ну потому что время нахождения в каждой должности, оно плюс-минус понятно. Про ваш топ-менеджмент как Headhunter я заметил, что РусАгро какое-то время назад, может быть, лет 5, стало привлекать сильных управленцев из западных FMCG-компаний, у которых хорошая структурная голова, Ригли, Кока-Кола, Марс, знаменитая школа. Вот насколько это правильный опыт, насколько это летает в сельском хозяйстве? Был и позитивный опыт, был и негативный опыт, и мы на самом деле много над этим думаем сейчас. Выбрали системы оценки, которые нам сейчас помогают всё-таки видеть не только человека, его квалификацию, понимать его, какую культуру он будет строить, как он будет вести себя с подчинёнными. У нас есть определённые стандарты всё-таки в этой области. Нам не всё равно, как управляют нашими людьми. И сейчас уже будет меньше ошибок, я думаю, хотя был и позитивный опыт. И сейчас мы можем сказать... Мне даже кажется, что, конечно, опыт очень важен. Да, то есть в какой отрасли ты работаешь, конечно, потому что законы легче переносить. Но иногда мы идём даже на отсутствие такого опыта, но на личностную зрелость и соответствие нашим требованиям. И тогда... Ну, здесь надо смотреть на более длинном, конечно, промежутке. Мы надеемся, что у нас будет всё-таки... Мы выиграем в этой ситуации. Вот каким должен быть управленец, чтобы преуспеть, придя в сельское хозяйство из других отраслей, поскольку это явно путь, которым ещё какое-то время сельскохозяйственные компании будут вынуждены идти, нанимая людей из других отраслей. Вот что он... Профиль успешного человека, придёт ли он из Кока-Колы или из Северстали? В чём он? Мне кажется, вот профиль успешного человека, это в любом случае здорово. То есть мы, конечно, стараемся брать людей, у которых есть какие-то достижения в жизни, на которые они могут опираться. Объясню почему. Потому что задачи, с которыми он столкнётся, они могут оказаться не просто новыми, они могут оказаться достаточно сложными. И вот в этом смысле опыт прошлых достижений, он очень помогает. Он просто как бы укрепляет веру в себя. Не могу тебе сказать, что есть какие-то... Не знаю, мы хотели бы... Конечно, мы хотели бы... Сначала мы искали в сельском хозяйстве. Но, конечно, всегда сначала ищешь там, где очевиднее. Там искать не очень много где, и я думаю, что это на этом быстро закончилось. Быстро, да. Но, знаешь, очень важно, что подрастает молодняк. Вот уже молодые руководители, они уже есть, мы их видим, и мы очень надеемся... Надеемся. Пробелы есть, конечно, ещё пробелы есть. Нам всех их не хватит. Но мы очень рассчитываем на то, что мы их не потеряем. Меня очень интересует вопрос найма топ-менеджеров. Как оценить, как угадать, вот этот человек будет успешен в должности или не будет? И с коллегами только что разговаривали. Услышал мнение, что топ-менеджеров тестировать нежелательно, может быть, даже, а их стоит оценивать через ассессмент-центр. Вот что вы думаете на этот счёт? Ну, у нас на этот счёт есть совершенно определённая уже выработанная технология. Ну, правда, ей всего год, эти технологии. Мы делим оценку на такие четыре блока, очень важные. Первый, конечно, это квалификация, это очевидно. То есть просто профессиональные требования некие, да? Ну да, то есть если у человека в опыте никогда не было решения стратегических задач, а только тактические, то мы уже понимаем, что для нас это может быть риск, и мы понимаем, что в этой части ему надо помогать. Ну, это как бы структурировано, это несложно. Вторая вещь для нас очень важная – это способности к тому или иному виду деятельности. Здесь мы берём международную методику. Ну, мы используем методику Хоган. Выбрали её. Это действительно… Она не абсолютная. Нет, ей надо уметь пользоваться. Но она даёт хороший прогноз поведения, если ты понимаешь, по отношению к чему это поведение ты будешь применять. Понятно. Ну, то есть я хочу быть менеджером среднего уровня. И увидеть самый болезненный вопрос обычно – вот у меня есть много рабочих, кто из них может быть менеджерами? Вот мы на сегодняшний день научились отвечать на этот вопрос. При этом это несложный ассессмент-центр, да, и эту методику можно применять, что интересно, сразу, при найме. То есть ты сразу видишь и можешь соотносить по шкалам и видеть, какие у человека есть, скажем, плюсы и минусы для той или иной профессии. Ну, пока мы выбрали буквально там семь групп профессий, мы их не выделяли. Но вот сейчас уже у нас есть целая база данных из двух тысяч человек по этой методике. И мы сможем… Мы делаем ещё автоматизацию HR-процессов, и мы сможем увидеть буквально по шкалам, какие люди у нас есть, какой профиль, например, успешного механизатора. Мы легко можем это сделать. Вот это цена история. Да, и мы сейчас как раз вот к ней подходим, и я прям так вот… И то же самое с менеджерами. Это второй блок. Третий блок очень важный – это культура. Мы действительно тоже её меряем, тоже через Хогана. То есть у нас там индивидуальная разработка, которая была сделана для нас провайдером в Штатах. Мы создали ценности. Описали. Вот расскажите мне про ценности. Интересная история. Обычно у… Ну, корпоративная культура в компании в любом случае есть. Её померили, и тут выяснилось, что нам не всё нравится, потому что реально это, так сказать, функционирует в бизнесе. А как меняется корпоративная культура? О, ты знаешь, это интересная вещь. Есть разные подходы. В моей жизни были разные методики, мы работали с разными провайдерами, потому что всё-таки работа – это сложный. Обычно привлекается кто-то внешний, кто помогает тебе в этих разработках. Ну, например, один из путей такой самый… Ну, такой самый очевидный. Можно померить действительно ту, которая есть. Потом заложить те характеристики, прямо даже спросить вот тех же менеджеров, ну, обычно лучше более высокого уровня, они, те, кто знает стратегию, спросить, а вот какая культура была бы, на ваш взгляд, более эффективной для нас? И опять ответить по той же методике, например. Ну, я здесь ничего такого особенного не рассказываю, это обычно. И обычно они говорят, и ты видишь как бы по профилю, какая культура есть, какая тебе нужна, и гэп между ней. Это один из подходов. Но можно, в принципе, разработать ценности, допустим, с теми же топ-менеджерами, которые видят стратегию. И эти ценности, скажем, ну, понятно, что нужно их продекларировать. В любом случае люди должны знать, понимать на простом уровне, и это такая долгая работа, то есть как в поведении они проявляются, что это, да, что, что это, что это приносит внутри компании, да, как это связано с успехом, с индивидуальным. Это одна часть работы. Вторая часть работы все-таки, ну, вот если говорить брать людей, то брать людей, которым эти ценности подходят. Ну, я могу тебе сказать там простой пример. Например, допустим, у меня есть, я альтруист, одна из ценностей, ну, обычно у людей много там, у меня есть ценность альтруизма, да, то есть альтруизм это, ну, менять жизнь к лучшему, да, то есть мне от этого, мне от этого хорошо. И понятно, что, например, работать в банке для меня было бы сложнее. Понятно, понимаю. Да, то есть это очень простой такой пример, несмотря на то, ну, у меня может быть и ценность коммерция при этом, при всем, и тогда это конфликт мой внутренний, может быть, это уже моя проблема, но если у меня нет коммерции в ценностях, то, наверное, как бы мне это не поможет, да, то есть все-таки люди и менеджеры хорошо себя чувствуют и создают ту культуру, которая им ближе, и это все можно мерить. Ну, и четвертый блок, это, как бы, для, при найме, это достижения, которые можно уже смотреть, и как человек про них рассказывает, и когда ты работаешь внутри уже, это, естественно, понятие его результативности и эффективности. Причем мы смотрим все-таки результативность для топ-менеджеров, конечно, в более долгосрочной перспективе, да, то есть не только годовую, хотя, конечно, она складывается из годовой тоже. Мы с тобой приближаемся к концу передачи. У меня последний к тебе вопрос. Положай руку на сердце, как ты считаешь, способно русское сельское хозяйство лететь, работать, быть эффективным в русских руках при русских управляющих? Я, честно говоря, хочу услышать ответ «да». Ты знаешь, я не только хочу услышать ответ «да», я считаю, что мы это сделаем. Да, на это потребуется время, мы это точно сделаем. Спасибо тебе большое за время, за экспертизу, было очень содержательно. Спасибо. Спасибо тебе.